Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Открытый диалог». Как всегда в нашей студии актуальные темы и интересные гости, которым есть что вам рассказать. Сегодня с нами Руслан Харламов, главный инженер Люберецкого городского жилищного треста. Здравствуйте, Руслан Федорович. Здравствуйте. Сегодня у нас речь пойдет в основном, конечно, о самом главном, это отопительный сезон, тепло в домах наших люберчан. А также поговорим о капитальном ремонте, ну и других темах, которые касаются треста. Ну, начнем с того, что какова же готовность жилого фонда ЛГЖТ к наступившему уже отопительному сезону? Как вошли, в общем-то, в отопительный сезон? Люберецкий городской жилищный трест готов, подготовился сам и подготовил весь свой жилой фонд на 100%, что дало нам, опять-таки, произвести пуск тепла в короткие сроки и с минимальным количеством жалоб от нашего населения. А знаю, что дома должны получать паспорта готовности к наступившему сезону. Что это за процедура и все ли дома сейчас получили такие паспорты? Процедура предусмотрена. Прежде чем оформить паспорт готовности на каждый многоквартирный дом, должен пройти комплекс мероприятий по промывке системы отопления и опрессовки. И составляется акт готовности, акт гидравлической промывки и опрессовки системы. Проводится комплекс работ на жилом доме и только после этого оформляется паспорт готовности. ЛГЖТ оформил 100% паспортов готовности, направил паспорта готовности на утверждение в администрацию городского округа и, соответственно, направил также для проверки паспорта готовности в государственную жилищную инспекцию. То есть 100% все поотчитались. И само собой, что для того, чтобы войти хорошо в отопительный сезон, нужно долго готовиться. Вот с какого момента начинается подготовка к отопительному сезону и как она проводилась в этом году? Подготовка к следующему отопительному сезону у жилищников, как принято, начинается еще в момент, когда идет отопительный сезон. Это был предыдущий, так скажем. И после окончания отопительного сезона производится весенний-осенний осмотр жилых домов. Производится обследование систем, обследование элементов жилого дома. Формируется план работ, который управляющая компания должна выполнить до окончания подготовительного периода. Для того, чтобы уже в осенний-зимний период следующий войти с полностью выполненным объемом работы. До какого момента нужно все осмотреть, все проверить, все ли работает? До 1 сентября все работы должны быть окончены. И все должно быть готово. То есть одними осмотрами, проверками дело не ограничивается. Нет, конечно. Что еще делается в летний период? Хотелось бы сказать, мы при обследовании домов формируем план. В этот план входят следующие виды работ. Это восстановление систем центрального отопления, где это необходимо. Это или на лестничных клетках, или в каких-то отдельных технических помещениях, или в местах прохождения труб, например, у тех же арендаторов. Производится ремонт и фасадов. Это где-то частичный ремонт с утеплением, где-то ремонт. Производится ремонт от моста, герметизация межпанельных швов. Производится частичный ремонт кровель в избежание протечек. Производится ремонт входных групп. Это наиболее важный вид работ. Это входные группы и двери на переходных лоджиях, которые позволяют сохранить тепловой контур в домах. Все мероприятия, которые проводятся городским жилищным трестом, должны быть и направлены на сохранение тепла в домах, для того, чтобы меньше затратить для этого тепловой энергии. И наиболее комфортные условия создать для проживающих там граждан. А вот так, чтобы оценить объем, сколько домов сейчас стоят на обслуживании в Тресте? В жилищном Тресте на обслуживании 830 жилых домов. Из них 808 жилых домов благоустроенных. Оставшаяся часть домов – это в основном маленькие частные дома, которые могут быть даже многоквартирными, которые отапливаются с использованием индивидуальных газовых колонок. Кстати, о тепле и о батареях, и об отоплении. Вот как определяется температура батарей, и кто занимается регулированием этого процесса? Значит, сразу отвечу на вопрос по измерению температуры батарей. Такого понятия, как измерить температуру батарей для определения температуры наружного воздуха в помещении, не существует. Температура батарей меряется специалистами для определения того, насколько полноценно отопительный прибор получает теплоноситель. И прогревается ли он, соответственно, одинаково по отношению как с другими отопительными приборами, так и стояками. Значит, существуют нормы и правила, которым должна придерживаться управляющая компания. Это нормы и правила по температуре внутреннего воздуха в жилых помещениях. Она определена, это не менее 18 градусов и не менее 20 градусов для угловых квартир. Соответственно, увеличением или уменьшением температуры управляющая компания не занимается. Она контролирует подачу температуры в соответствии с температурным графиком, который существует у наших коллег Люберецкой теплосети. У наших коллег, соответственно, произведен большой комплекс работ по установке автоматики на своих теплоисточниках, что позволяет в автоматическом режиме, ориентируясь на температуру наружного воздуха, подавать теплоноситель соответствующей температуры. Но работа коммунальщиков сложная, непростая. Приводносит сюрпризы, потому что стихия такая вещь. До сих пор все помнят технологический сбой в январе этого года. Насколько сейчас ЛГЖТ готова к таким эксцессам, инцидентам? И какие-то мероприятия профилактические, может быть, учения проводятся? Да, действительно, на Рождество Люберецкий городской жилищный трест принял участие и столкнулся с большой проблемой по отключению электроэнергии на практически 50% наших жилищных управлений. Туда попало, значит, это и 115-й квартал, первое ЖО, второе ЖО, часть третьего ЖО, четвертое ЖО. И основной, конечно, самый проблемный вопрос, это был у нас на пятом нашем жилищном управлении. К сожалению, как время, так и погодные условия в момент отключения подстегнули нас, как управляющую компанию, ускорить и усилить работы, которые необходимо было оперативно провести на жилых домах. У нас было без отопления и электроснабжения порядка 400 жилых домов. Большое количество различных тепловых источников, это и Люберецкой теплости, и других ресурсоснабжающих организаций. Хочется сказать, что благодаря объединению усилий, так как наше предприятие большое, это позволило нам в кратчайшие сроки избежать тех катастрофических последствий, которые могли бы быть на тот период времени. Так как, если вы помните, температура была более даже 30 градусов в день аварии. Нам пришлось, значит, поднять, вызвать всех сотрудников предприятия. Естественно, аварийно-диспетчерская служба и наши коллеги, которые нам помогали при этом. Конечно же, хочется им тоже сказать спасибо. Мы вышли с минимальными, конечно, с минимальными ущербами вот из этой ситуации. Но хочется еще сказать следующее, что для меня такая авария была первая авария, и она дала возможность нам все-таки подготовиться к следующему отопительному сезону с учетом уже, конечно же, вот такого опыта, который мы приобрели. Что мы сделали при этом? Значит, мы по указаниям нашего генерального директора, значит, для нашего предприятия оформили приказ, создали план действий предприятия при чрезвычайных обстоятельствах, при технологических сбоях на различных, это и тепло, газа, электро и вода на объектах. Что мы еще сделали? Создали инструкцию для каждого нашего жилищного управления, которая позволяет контролировать инструкцию, которая ввела такие понятия, которых у нас раньше не было. Это привязка идет к температуре наружного воздуха при понижении, соответственно, по температурам в жилых помещениях, а также по температуре того теплоносителя, который поступает в дома. Соответственно, мы на базе нашего предприятия совместно с единой диспетчерской службой проведем тренировку для того, чтобы понять, где еще остались и какие слабые места по подготовке действительно вот к таким технологическим сбоям. Это планируется провести у нас данную тренировку, где-то в течение ноября месяца мы уже эту тренировку у себя на предприятии отдельно проведем. Также хочется сказать, что мы участвовали совместно с ресурсоснабжающими нашими коллегами предприятиями в той тренировке, которая проводилась администрацией городского округа по действиям при возникновении вот такого рода технологических сбоев. В период пуска тепла все-таки случилась пара небольших сбоев. Вот с чем они были связаны и как их устраняли? Да, действительно, в пуск тепла мы столкнулись с рядом отключений. Но хочется сразу сказать, у нас существуют аварийные отключения, то есть это по непредвиденным причинам, а также существуют плановые отключения. Так вот, что касается аварийных отключений, хочется отметить то, что наши коллеги, это и Люберецкая теплосеть, и Люберецкий водоканал, и МОЗ Облэнерго принимают все меры для того, чтобы устранить аварийные отключения в нормативные сроки. Что сказать по плановым отключениям? Плановые отключения, да, действительно, они были, и в том числе в период проведения пуска тепла. Повлекло это, конечно же, определенные сбои при пуске, определенные проблемы и увеличение времени для регулировки систем, так как при отключении электроэнергии мы и наши коллеги обесточены, что останавливало определенные циркуляционные процессы и приводило нас, ну, то есть мы должны были заново определенные работы выполнять. Но плановое отключение, это мое мнение, что это необходимое мероприятие для того, чтобы избежать аварийных отключений в период действительно отопительного периода, чтобы не допустить, как в прошлом году, такой же ситуации. Да, катастрофических последствий. Руслан Физуевич, я предлагаю сейчас прерваться в небольшую рекламу. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что вы смотрите программу «Открытый диалог». У нас сегодня в гостях Руслан Харламов, главный инженер ООО «ЛГЖТ». В следующем блоке программы мы поговорим в основном о капитальном ремонте, так что не переключайтесь. Уважаемые телезрители, мы возвращаемся в студию. Напоминаю, вы смотрите программу «Открытый диалог». Сегодня с нами Руслан Харламов, главный инженер ООО «ЛГЖТ». Давайте поговорим немного о ремонте подъездов, который у нас проходило все лето фактически. Будет ли он продолжен в зимний период? Хочется сказать, что благодаря программе губернатором Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву, очень активно продолжается и в настоящее время ремонт подъездов. Ремонт подъездов Люберецкий городской жилищный трест будет выполнять вне зависимости от погодных условий, начиная с января 2018 года. И уже у нас сформирован список домов. Всего мы запланировали 25% от числа подъездов нашего предприятия, так же, как и в 2017 году. То есть каждый год по 25%? Да, мы увеличиваем темпы и производим ремонт лестничных клеток в объеме 25% от нашего всего фонда. В этом году уже закончился ремонт подъездов? Заканчивается. А до какого числа он должен? До 1 декабря все работы и весь пакет документов будет сформирован и выполнен. Почему в некоторых домах ОЛГЖТ переносит ремонт на неопределенный срок, а в некоторых делает ремонт подъездов очень быстро? Вот с чем это связано? Хочется сказать, что в этом вопросе есть несколько факторов. Конечно же, мы стараемся прислушиваться к мнению жителей. И иногда вот те переносы, которые мы переносим в дома, это действительно по определенным требованиям, просьбам жителей в наш адрес. Но переносы мы выполняем еще по другим причинам. Таким, как, например, капитальный ремонт. Для того, чтобы максимально комплексно подойти к самому жилому дому. Это тот фактор, который тоже позволяет нам или ускорить, или отсрочить ремонт личных клеток. Знаю, что в некоторых домах подошли к ремонту подъездов особенно. То есть некоторые стены там расписывали профессиональные художники. Кому принадлежала эта идея и зачем решили творчески подойти к ремонту? Честно сказать, творчески подойти мы хотели давно. Но здесь я хотел бы сказать одну такую маленькую особенность. Есть дома, где действительно хочется украсить их как-то, произвести какое-то оформление подъездов. И у нас и в планах есть другие какие-то улучшения. Я попозже остановлюсь на них. Но все зависит, конечно же, от жителей. Есть жители, кто приветствует. Есть жители, которые не хотят даже видеть данные рисунки. Идея по художественному оформлению подъездов исходит, конечно же, от нашего главы Владимира Петровича Ружицкого. И с этой же идеей, конечно же, мы тоже... Приятно работать, потому что очень много позитивных моментов. Я в том числе, когда выходил на эти дома, участвовал в согласовании эскизов, которые жители очень где-то активно участвовали. Мы поддерживаем, как управляющая компания, художественное оформление. И хотелось бы, знаете, сказать, если жители готовы следить за своим подъездом, соблюдать чистоту, помогать нам в чем-то, да, мы готовы пойти и нарисовать, оформить их подъезд так, как они хотят. Конечно же, предварительно сделав там ремонт. Вот в чем соль. Вот часто ли жители сохраняют и бережно относятся к тому, что им отремонтировали, что им покрасили, привели в порядок? Вы знаете, большинство жителей, конечно, очень позитивно и очень трепетно относятся к тому ремонту, который проводится. Но, к сожалению, да, бывают случаи вандализма, бывают случаи порчи тех ремонтов, которые мы уже произвели. И, конечно же, здесь очень-очень большая роль и старших по домам, и самих жителей. Если жители смотрят, если жители следят за тем, кто у них в подъездах, то в основном эти подъезды сохраняются в очень хорошем состоянии и не требуют такого большого ремонта, как, например, другие дома, где не соблюдается, не сохраняется, и никто за этим не следит. Ну что ж, будем надеяться, что жители будут сознательно относиться к благоустройству и ремонту. Кроме ремонта подъездов, вот вы уже упомянули, идет капитальный ремонт домов. То есть это что-то уже более глобальное, что-то более капитальное, действительно. По-другому не скажешь. Вот сколько домов взял на себя жилищный трест именно в плане капитального ремонта в этом году? И вот какие работы, они еще проводятся или уже завершены? И до какого, как скоро закончат именно на этот год? Ну, что хочется сказать по капитальному ремонту. Да, мы участвуем как производитель работы уже несколько лет. В этом году мы, Люберецкий городской жилищный трест является генеральным подрядчиком на производство, по производству работ капитального ремонта. Значит, в Люберецком округе две организации выполняют ремонт капитальный. Это Люберецкий городской жилищный трест и ООО «Твин». Организация, которая также у нас выполняет работы и по городскому округу, и по нашим поселкам. По капитальному ремонту, значит, в 2017 году запланировано следующее количество. Значит, по ремонту электрохозяйства жилых домов 26 домов, практически 22 дома мы уже выполнили. Электрохозяйство – это проводка замена? Это замена, да. Это замена электропроводки, замена поэтажных щитов, замена коммунального освещения, замена водно-распределительного устройства, а также освещение в подвале. Что хочется сказать? Ну, по данным работам мы применяем энергосберегающие технологии, энергосберегающие светильники, медные провода, что позволяет, конечно же, экономить электроэнергию. И безопасно. И, конечно же, да, и улучшить, усилить безопасность самих проживающих. Кроме вот электрохозяйства, что еще? Кроме электрохозяйства, значит, Люберецкий Трест на данный момент выполнил практически на 100% ремонт 15 кровель. Значит, это 12 мягких кровель и 3 жестких кровли. Хочется отметить, что практически отсутствуют заливы при производстве работы. Это очень важно, потому что мы сталкивались с другими подрядчиками, которые, к сожалению, данными проблемами принесли очень много проблем жителям самим, выше верхних этажей. Значит, что еще хочется сказать? Мы выполняем ремонт 25 фасадов. Это тоже сказывается, как и на внешнем облике, так же и на свойствах самих домов. И выполняем ремонт внутренних инженерных систем на 16 домах. Также включены мелкие виды работы. Это ремонты козырьков, соответственно, входов в жилые дома. Ремонт также от моста, к части. И в одном доме у нас предусмотрена замена окон. Многие жители зачастую переживают, что вот когда же, когда наш дом войдет в программу капитального ремонта, когда же он уже отремонтирует, кто эту очередность определяет? Вопрос очень интересный. И хотелось бы обратиться к жителям при этом вопросе. Порядок следующий. Формирование объемов и видов работ происходит, конечно же, при обследовании управляющей компанией совместно с собственниками жилья самого жилого дома. Формируется предложение и определяется вид работ. Значит, проводится собрание, общее собрание жителей, в котором, конечно же, участвует управляющая компания. Если на общем собрании жителей принимается положительное решение по данному какому-то виду работ, то управляющая компания оформляет письменно и направляет эти данные в администрацию городского округа для формирования общей программы за городской округ. И после этого, соответственно, все эти данные уходят в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области и в фонд капитального ремонта, где уже разыгрывается и формируется сама общая программа за всю область. То есть жители смогут сами как-то ускорить этот процесс, как-то обратиться в управляющую компанию? Конечно, жители могут ускорить, обратившись в управляющую компанию для того, чтобы мы обследовали и приняли решение совместно с собственниками о том, как поступить в данной ситуации. Или включить вид работ в капитальный ремонт, или же выполнить какие-то виды работ в текущем ремонте, ну, соответственно, чтобы максимально не допустить, чтобы жилые дома ухудшали свои эксплуатационные свойства. Как ЛГЖТ ведет работу с должниками за коммунальные услуги? Вопрос и проблема присутствуют, но хочется сказать, что все-таки больше 95% собственников и нанимателей из жилых помещений добросовестно оплачивают жилищно-коммунальные услуги. Те собственники и наниматели, которые не оплачивают за свои услуги, соответственно, мы ведем судебно-претензионную работу и частично ограничиваем предоставление коммунальных ресурсов. Что в планах? Что на следующий год планируется сделать в домах городского округа Люберца? На следующий год нашим предприятиям запланирована огромная работа. Значит, это также участие в программе по ремонту лестничных клеток «Мой подъезд». Также мы участвуем в программе «Доступная среда». Это очень важное направление, на мой взгляд, которое позволяет улучшить то проживание инвалидов, которое мы имеем на данный момент. У нас очень большое количество инвалидов. Мы стараемся прислушаться каждому для того, чтобы им действительно было комфортно. В этом плане мы создаем доступную среду. Это как и при входе в подъезд, так и, соответственно, определенные требования выполняем внутри подъездов, для того, чтобы именно люди с ограниченными возможностями могли пользоваться, и, значит, чтобы им было удобно проживать в жилых домах. Также, конечно же, будет продолжена программа капитального ремонта в тех объемах, которые ЛГЖТ не завершит. Но мы надеемся и завершить данные работы до конца текущего 2017 года, чтобы максимально подготовиться все-таки на 2018 год. Также мы планируем совместно с нашими жителями дальше продолжить работу по оформлению подъездов и, как вариант, предлагаем нашим жителям такое нововведение, как букросинг. В Москве и в части Люберец уже есть такие дома, где присутствуют такие книжные полки, которые позволяют ту литературу, те книги, которые имеются у людей, выставить для того, чтобы ими воспользовался сосед, почитал, выставил что-то свое. И вот такой обмен для того, чтобы наши жители могли... Еще и культуру поднимать. Еще и культурно, да, читать. То есть вы в подъездах хотите ставить, да, в шкафчик? Хотим, да. У нас есть много всяких направлений, которые хотелось бы, конечно же, озвучить. Но раз вопросы, касаемые капитального ремонта, мы охватили, я думаю, что в следующий раз обязательно я вам что-нибудь новое расскажу. Хорошо. Руслан Визуевич, спасибо большое вам за интересную беседу. Спасибо вам. Уважаемые телезрители, я напоминаю, вы смотрели программу «Открытый диалог». С вами была ведущая Наталья Григорьева, а в гостях у нас был Руслан Харламов, главный инженер ООО «ЛГЖТ». Смотрите нас в эфире ЛРТ. Руслан Харламов, главный инженер ООО «ЛГЖТ». Руслан Харламов, главный инженер ООО «ЛГЖТ».